Глава департамента Рижской Думы по вопросам жилья и среды Анатолий Алексеенко отстранен от исполнения обязанностей. Руководство Думы усмотрело в его действиях конфликт интересов. Под его началом в структуре работали его бывшая жена и до сих пор работает нынешняя спутница жизни. Сам глава департамента называет отстранение сведением политических счетов. Сергей Герасимов продолжит. Сажать своих близких на теплые места в структурах Рижской Думы больше не получится. С таким лозунгом к власти в столице пришла новая коалиция во главе с Мартиншем Стакисом. И как говорит мэр, глава департамента жилья и среды Анатолий Алексеенко как раз и попал в подобный конфликт интересов. И должен быть отстранен от исполнения обязанностей. Вот почему. В десяти шагах от дверей Алексеенко в департаменте кабинет главы финансового и хозяйственного управления Илоны Димонте. Известно, что она мать детей Алексеенко. Принята на работу 1 октября 2009 года. На протяжении многих лет принимались решения о премиях. Эта работница всегда получала самую высокую оценку и премии были самыми высокими. Оснований для таких высоких оценок найти не удалось. Сам Алексеенко сегодня еще на работе. И говорит, премии раз в год это традиция. Это получают все работники, включая и дворников, включая и уборщиц, включая и копальщиков на кладбище. Здесь нет никакого захода, что она выделялась в этой связи. И из этого, если бы это было так, то где материалы в суд? Материалы для суда готовятся, говорит глава комитета же. Я Эдмунд Сцепуритис. И как раз, чтобы Алексеенко не смог помешать, собирать доказательства, его и отстраняют от должности. Что может директор департамента скрыть? Я вообще не представляю, что могу. Я могу эту бумагу порвать? Наверное, в бумажном виде я могу ее порвать. Но она есть в интернете. Второй случай, который руководство Думы припомнило Алексеенко, это трудоустройство его же бывшей супруги, Веры Бобровой, на основании временных договоров. Глава департамента говорит, она отвечала за русскую версию домашней страницы департамента. И штатных мест для нее в департаменте просто не было. Честно говоря, мне тоже надоело, что в ситуации, когда есть очевидный конфликт интересов, и ты на него неоднократно указываешь, в ответ получаешь лишь отписки. Нет, нет, все в порядке, так у нас принято. Нет, здесь так не принято. И не будет больше такого, что свои интересы кто-то будет ставить выше интересов всех рижан. По словам Алексеенко, истинная причина его отстранения — конфликт между ним и главой комитета Энмундом Цепуритисом, который, опять же, по словам Алексеенко, с октября начал вмешиваться во внутренние дела департамента. И Алексеенко намерен передать все эти сведения в полицию. Закон на моей стороне, поэтому абсолютно не боюсь вот этих решений, которые принял господин Стакис. Но если он хочет остаться пять лет спокойно отработать, то в первую очередь от директоров департамента надо избавляться. А вот от таких представителей комитета, как Цепуритис. Отметим, глава департамента пока лишь отстранен от исполнения обязанностей. Его увольнение руководство Думы намерено добиваться в суде. Проверку по факту возможных конфликтов интересов Алексеенко в декабре начало и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.